Здравствуйте друзья! Героем этого обзора снова будет датчик присутствия из экосистемы Tuya Smart. Напомню, что от датчиков движения он отличается тем, что он может фиксировать неподвижных людей, поэтому он и называется датчик присутствия. Принцип его работы основан на микроволновом радаре, это активное устройство, поэтому датчику нужно постоянное питание от сети. С автономным питанием от батареек или аккумуляторов их не делают, за исключением редких моделей, где микроволновый радар используется в паре с инфракрасным датчиком движения, поэтому большую часть времени находится в неактивном состоянии, включаясь только когда фиксируется движение. Кроме присутствия, герой обзора также оснащен сенсором освещенности, кстати он часто встречается в датчиках такого рода, позволяя создавать более гибкие автоматизации, анализирующие и уровень освещенности. Теперь давайте обо всем подробнее. Тип устройства микроволновый датчик присутствия. Модель ZYM100S. Интерфейс ZigBee. Питание USB 5 Вольт. Уровни чувствительности 9. Диапазон обнаружения от 0 до 7 метров. Задержка при обнаружении от 0 до 10 секунд. Интервал обнаружения от 10 до 1500 секунд. Измерение освещенности от 0 до 2000 люкс. Рабочая температура от минус 20 градусов Цельсия до плюс 70. Размер 58 на 58 на 11 мм. Поставляется устройство в небольшой коробке с обилием китайских надписей. Английский тоже присутствует, но очевидно, что производитель ориентируется больше на китайский рынок. На одной из боковых сторон размещены отметки, по которым можно определить тип датчика. В данном случае это настенный с интерфейсом ZigBee. Существует еще потолочный, а также с интерфейсами Wi-Fi и BLE. На другой стороне нашлось краткое изложение параметров, которые я только что озвучил. В коробке кроме датчика нашлась еще небольшая инструкция, кабель питания USB microUSB и отметка о прохождении контроля качества. Блок питания в комплекте не идет. Инструкция на двух языках, на одной стороне китайская, на другой английская. Ничего особо важного я в ней не нашел. Эта модель датчика выполнена в форме квадрата с закругленными краями и предназначена для установки на вертикальную поверхность. Также в экосистеме Tuya Smart существует аналогичный функционально, более того и по электронной составляющей, датчик для установки на потолок. Обзор датчика в таком корпусе вы найдете в описании под видео. Задняя сторона плоская, логично, так как крепить его предполагается на стену. Но при этом самого крепежа съемок, либо хотя бы какой-то наклейки в комплекте предусмотрено не было. На одной из боковых сторон датчика имеется разъем microUSB для подключения кабеля питания и кнопка для перевода в режим сопряжения, для этого ее нужно удерживать не менее 6 секунд. К сожалению сравнить с потолочной версией датчика у меня возможности не было, но вот с датчиком присутствия Acara FP1, видео про него тоже вы сможете найти в описании, у меня получилось. Как видите они совсем не похожи. У Acara есть ножка с изменяемым углом наклона, встроенный кабель питания и он намного толще. Так как иногда спрашивают фактическую мощность сделал замер, получилось 22 сотых ватта. Это кстати и к вопросу не опасен ли микроволновый датчик для здоровья, при таком мизерном уровне мощности нет. Перейдем к логической части и начнем с базовой системы управления Tuya Smart. Так как датчик работает по ZigBee, ему нужен шлюз, у меня это Ethernet версия от Moes. Запускаем его плагин и активируем режим подключения новых устройств. Датчик переводим в режим сопряжения удерживанием кнопки. В течении минуты устройство определится и подключится. Как я и сказал аппарат на датчик не отличается от потолочной версии, поэтому и отображается соответственно, это нормально. Плагин устройства своеобразный и сразу скажу в многих местах перевод откровенно хромает. Расчет больше идет на китайский рынок и иероглифы. В верхней части отображается статус есть присутствие или нет. Далее идет множество окошек с информацией о уровне освещенности и текущих параметрах устройства. Параметры естественно можно менять. Чувствительность датчика меняется по шкале от 0 до 9, где 9 самый высокий, по умолчанию 7, но и с таким уровнем устройство способно видеть людей за стенами. Настраивается в зависимости от необходимости и размещения датчика. Параметр Fading Time регулирует интервал обнаружения. Время от последнего события присутствия до перехода в статус присутствия нет. Есть настройка диапазона реагирования датчика, она задается в метрах от 0 до 9,5. Также можно задать задержку на срабатывание датчика от 0 до 10 секунд. Есть опция таймера, его смысл заключается в том, что в заданные дни недели и время, можно менять все параметры датчика меняя характер его работы. Например по вечерам все параметры устанавливать в 0, такое может пригодиться для охранных режимов работы. В плагине есть журнал работы, который отображает события обнаружения присутствия и график изменения освещенности. Тут же можно увидеть с какими автоматизациями связан датчик. В автоматизациях датчик может работать и как триггер условия и как действие. Как видите, перевод не везде корректный. Использовать можно все параметры. Интервал и дальность обнаружения, которая тут указана в сантиметрах, хотя на самом деле метры. Дистанция минимального обнаружения переведена правильно, метры. И два самых полезных и востребованных триггера, уровень освещенности и собственно наличие присутствия. В действиях список опций отличается, тут есть только настройки, которые можно изменять в автоматизациях. Чувствительность, минимальная и максимальная дальность, задержка и интервал обнаружения присутствия. В общих настройках устройства нет указаний о совместимости с сторонними системами типа Alexa или Google Home. Тут можно проверить прошивку, обновлений нет. И здесь же датчик можно удалить из системы и сбросить заводские установки, что мне скоро пригодится для дальнейшего тестирования. Часто спрашивают, будет ли работать датчик через стекло. Находясь в стеклянной банке, он отлично обнаруживает присутствие. В Home Assistant датчик можно интегрировать несколькими методами. Рассмотрим основные и начнем с штатной интеграции Tuya Smart. Она поддерживает героя обзора и передает данные датчика присутствия, хотя и в формате датчика движения. И позволяет менять настройки чувствительности и дальности обнаружения. Плюсом такого метода интеграции является то, что датчик будет работать одновременно и в штатной системе управления и в Home Assistant. Минус зависимость от доступности облачных сервисов. Локальные методы интеграции с использованием сторонних ZigBee координаторов начнем с родной для Home Assistant ZHA. Версия системы на дату тестирования 2022-10-5. В качестве координатора используется ZigBee Stick на базе модуля CC2652P работающий по USB. Запускаем режим добавления дочерних устройств. Устройство обнаружилось и подключилось, однако даже на этом этапе видно, что объектов создается очень мало, причем рабочий только один. Так и оказалось, через эту интеграцию передается только присутствие, освещенности и настроек к сожалению нет. Тут можно увидеть, что герой обзора является роутером, что вполне логично для устройств с стационарным питанием. Хотя, уже упоминаемый датчик присутствия кара в P1, несмотря на USB питание, все же относится к конечным устройствам. Перейдем к ZigBee 2MQTT. Кстати именно этот способ управления ZigBee устройствами я использую на своей рабочей системе. Актуальная версия на дату тестирования 1.28.0. Первая хорошая новость, датчик распознался системой, необходимости в создании и подключении внешних конвертеров не было, все работает из коробки. Определяется он тут тоже как потолочный, так как используется совершенно идентичная аппаратная база. На самом деле картинка никакой роли не играет, главное корректная работа устройства. Данные, параметры и настройки тут присутствуют в полном объеме. Уровень освещенности и наличие присутствия. Дальность до обнаруженного объекта настройки чувствительности, дальности и времени. Даже из пункта самотестирования. Посмотрим на датчик расстояния. Сейчас я нахожусь непосредственно около датчика менее 10 сантиметров. Теперь отхожу метра на 4. Возвращаюсь назад. В целом тренд правильный, но данные по довольно приблизительные. А тут проверим скорость реакции датчика освещенности на включение настольной лампы. Как видите тут все очень быстро и адекватно, можно пользоваться при написании автоматизации. Весь этот набор через цепочку из Mosquito Broker и интеграции MQTT попадает непосредственно в Home Assistant, что дает возможность не только получать данные с сенсоров, но и управлять параметрами датчика, примерно как это было в меню таймер плагинов Tuya Smart. Тут есть еще несколько скрытых объектов, но на самом деле это те же самые данные, что и в меню управление чуть выше, только тут в виде сенсоров, а не ползунков, которые можно изменять. Обзор будет не полный, если я не упомяну о SLS шлюзе. Для теста я использую официальный релиз прошивки, сейчас последний датируется 13 августа 2022 года. И здесь тоже хорошая новость, датчик определился автоматически, хотя тоже как потолочный вариант. Устройство естественно определяется как роутер, это зависит от его прошивки, а не системы управления. И работает на том же самом 209 конвертере, что и потолочная версия. В начале вы увидите не так много параметров, но пусть это вас не смущает, в SLS данные появляются по мере того как обновляются, нужно подождать несколько минут. И после этого вы увидите и оба датчика присутствия освещенности, и все доступные к настройке параметры, правда они разнесены по двум страницам. Несколько пунктов вынесено на страницу опций, но это не так критично как вообще их отсутствие, как например в ZHA. Помню, как только стали появляться первые датчики присутствия, цены на них были в районе 100 долларов за штуку. Сейчас ассортимент таких датчиков растет и как следствие снижается и стоимость. Герой обзора на мой взгляд отличное сочетание по цене и качеству. Моментально обнаруживает присутствие и хорошо его удерживает, вне зависимости от движения. Датчик освещенности абсолютно рабочий и может полноценно использоваться в автоматизациях. Определение дистанции на мой взгляд довольно условное, так как его показания имеют свойство прыгать. Также плюсом является наличие настроек чувствительности, дистанции и интервала обнаружения, тем более что они все поддерживаются не только в TUI eSmart, но и ZigBee 2MQTT. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео вы найдете ссылку на магазин, где я купил этот датчик, а также на мой телеграм канал, где я публикую новости на тему умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok